Срочные сообщения приходят из западноафриканского государства Буркина-Фасо, где уже несколько часов спецподразделения пытаются выбить исламистов, захвативших отель в центре столицы. Известно, что это гостиница, в которой останавливаются в основном иностранцы, в том числе сотрудники ООН. Есть погибшие, жертвами атаки, по данным медиков, стали по меньшей мере 20 человек. Часть заложников уже удалось освободить, 33 из них ранены, и еще 15 пострадавших поступили в больницу до этого. С подробностями Роман Кудрин. Операция по освобождению заложников продолжается и в эти минуты. С верхних этажей отеля периодически доносятся звуки выстрелов. По некоторым данным, местным силовикам активно помогает спецподразделение расквартированного в Буркина-Фасо французского военного контингента. Сейчас пока нельзя сказать, сколько еще заложников могут оставаться в руках террористов. Всего в гостинице «Сплендит» почти 150 номеров. Также неизвестное число нападавших. Сообщается, что в ходе ночного штурма подразделения спецназа ворвались в вестибюль отеля, боевикам пришлось отступить, и они забаррикадировались в номерах на четвертом этаже. При этом удалось освободить больше 60 заложников. Среди них был и министр труда Буркина-Фасо. Вот что рассказывают те, кто вырвался из плена. Это был какой-то кошмар. Стрельба, взрывы, люди кричали, повсюду была кровь. Эти подонки стреляли в тех, кто лежал на полу, а не просто добивали тех, кто был еще жив. Потом они что-то подожгли, и начался пожар. Я чудом не сгорел и не задохнулся от дыма. Мне удалось выпрыгнуть через разбитое окно. Для своей атаки боевики выбрали самое оживленное место. Центр города, гостиницы, десятки кафе и ресторанов, которые по вечерам переполнены. Здесь всегда много иностранцев. Постояльцами захваченного отеля в основном были граждане других государств. Не исключено, что среди заложников могли оказаться сотрудники зарубежных депмиссий и ООН. Хронология событий такова. Около половины восьмого вечера рядом с отелем «Сплендит» и кафе «Капучино» раздаются два мощных взрыва. На воздух взлетают припаркованные автомобили. Спустя считанные секунды группа вооруженных людей в масках врываются в здания кафе и гостиницы. Слышны выстрелы и крики. Оказавшиеся по соседству прохожие в панике разбегаются. Через какое-то время на место прибывают полицейские наряды и армейские подразделения, которые берут квартал в плотное кольцо. Нападавшие засели в гостинице. Была стрельба, взрывы. Сейчас вокруг полно полиции и военных. Мы знаем, что у террористов нет никаких шансов. В самый разгар событий нам удалось связаться с почетным консулом России в Буркина-Фасо. Три человека в масках или в цурбанах, светлокожие, и говорят на арабском языке. Они сначала напали на посетителей этого кафе. После этого террористы атаковали гостиницу напротив. Перед гостиницей стояли машины, которые либо были расстреляны, либо взорваны. Это пока неизвестно. Потом они поехали в гостиницу и начали стрелять тоже по посетителям. Все, с кем я нахожусь на связи, это полиция и наши граждане. Они говорят, что никто из наших граждан не находился в этой зоне. Число жертв этой террористической атаки в центре Уага-Дугу пока неизвестно. По разным сообщениям погибших от 20 до 30 человек. Однако пока операция не закончена, данные могут измениться. Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка Аль-Каида в странах исламского Магриба. Она запрещена во многих странах мира, в том числе и России. Боевики именно этой группировки совершили атаку на отель Redison Blue в столице Мали-Бамако в прошлом ноябре. Тогда в руках у бандитов оказались 170 человек. В результате штурма удалось освободить большинство заложников. Жертвами теракта стали 19 человек, в том числе шестеро россиян, сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр». Роман Кудрин, Руслан Башко, Первый канал.